Всем привет! Сегодня мы копаем отдельно, не с Сашей, но Саша нас попросил сделать отчетик, поэтому сегодня мы без главного оператора, снимаем самостоятельно, такие первые шаги у нас видеосъемки. Приехали мы на место, копаем второй день, вчера мы были в другом месте, сюда приехали, и сказать, что разочаровались, это ничего не сказать, потому что вот нас встретила вот такая картина. Здесь было большое село, но практически на каждом доме вот такие шурфы. Вот там еще один, чуть дальше. Еще один моху у него остановились, немножко его добили. Монеты есть, советы, немножко царей, я чуть попозже покажу их все вместе одной кучей. В общем, здесь яма на яме, дыра на дыре, очень много ям, сигналы есть, травы практически нет, здесь пасут коров, поэтому ходить можно. Я думаю, даже, наверное, нужно сюда еще раз приехать. Деревня была очень большая, уходила вот туда, за поворот, вот где дорога наверху, видите, и дальше до того оврага. Была просто огромная деревня, здесь вот течет река, вот деревья растут вдоль нее. Ну, мы решили попить чаю, есть время, я вышел поснимать. Сейчас вам покажу еще один грандиозный раскоп. Сделали его не мы, какие-то копатели, неустанные просто. Не знаю, выглубить такую яму, столько сил приложить, это минимум здесь должны быть, я не знаю, царские, серебряные хотя бы монеты. Собственно, мы вот добивали вот этот фундамент. Ир у нас здесь самовар копал, оказалось только часть самовар. И дальше тоже идут ямы, ямы, ямы по всей деревне, сейчас проедем дальше, посмотрим, что там. Итак, переехали мы в новое место, встретили здесь одного местного охотника. Он нам посоветовал переехать вот сюда, сказал, что здесь была церковь. Нашли мы здесь поляночку, она вся выгорела. Кто-то ее, видимо, или приготовил под коп, или случайно загорелась. Ну, и якобы вот здесь был фундамент церкви, не знаю, если вам видно. Огромные ямы, все перекопанные, просто дырка на дырке, ямка на ямке. Походили мы здесь, посмотрели. Юра поднял, у нас здесь пару цариков. Одного согнутого пополам, ну и один такой ничего достойный. То есть, непонятно, на самом деле, если здесь была церковь, почему такие траншеи, или это шурфили, так, или отсюда камни фундаментные вытащили. Саша нас сегодня просил снять про шурф, но шурф у нас сегодня как-то не получается. Шурфить особо негде. Куда мы не приедем, везде яма на яме. И совершенно недалеко, прям буквально метров пятьдесят, вот там вот видите, красный остаток здания. Сказали, что это был магазин. Мы до него дошли, и на магазин это тоже не очень похоже. Ну, как видите, куда ни шагни, кругом, кругом ямы, ямы, ямы. Просто издолблено все. Такое ощущение, что здесь слет копорей происходил. Может быть, на самом деле так и было. Как видите, вот кругом одни почки, незарытые ямы, в общем, полнейший бардак, и копали достаточно недавно. Видно старые ямы, которые, может быть, с прошлого года остались. Свежие ямы. Как видите, здесь такой вот небольшой улунный ландшафт. Передолблено все, перекопано. Валяется железо кучками. Место, в принципе, неплохое. Травы нет, подшорстка нет, он выгорел. Сейчас покажу вам это здание внутри. Меня это несколько впечатлило, честно говоря. Это из старого красного кирпича. Я особо не присматривался, но клеем нигде на кирпичах нет никаких. То есть вот такое огромное здание. Не знаю, записалось или нет, батарейка у меня села. Сейчас поменял батарейки. Снова показываю вот этот фундамент. Саша потом флешечку отдам. Он смонтирует видео. И рядышком с этим фундаментом есть всякие небольшие бугорочки. Видимо, какие-то небольшие перестройки были. Еще что-то три. В одной из кучек нашли вот такую штучку. Она у нас из меди. И, видимо, это была икона или оклад иконы. К сожалению, они кусками. Вся изорвана, изодранная. Дальше вот есть вон там под березками фундамент. Сейчас пойдем туда. Пошурфим. Вроде бы там не копано. Ну, находки покажем. Если они будут, конечно, находок. К сожалению, сегодня мало. Монеты в основном советские. Хоть и ранний СССР. Ехали мы сюда за царями. Но цари у нас сегодня не получились. Еще вот здесь, не знаю, колодец может быть. Какой-то современный. Или что-то, в общем. Огромная труба, закопанная в землю. Нам сказали, что здесь была где-то заправка. Вернее, заправка. Магазин, который продавал керосин. Может быть, как раз таки. Это оно и есть. Здесь какой-то вот ров. Как нам сказали. Огромное здание с подвалом. Достаточно глубокое. В стенах, видите, есть отверстие для закладных балок. Отдушины из подвала. Идут вот маленькие дырочки. И они сквозные, поднимаются вверх в стене. То есть, это была вентиляция подвала. Проходила через стены. Ну, естественно, здесь тоже все перекопано. Керпичи у меня здесь под ногами опасно сыпется. Внутри крапива. Не знаю, копал ли там кто. О, клюет. Не знаю, копал ли там. Не знаю, копал ли там. Внутри крапива. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Лака-лака Я сказал ащ Проебали Сверху уважаемый зритель вашему вниманию квадратная шайба с внутренней резьбой м10 где остальные три царя а юрху я на воду у тебя нету я еще в той куртке 5 царей только нихуя себе лишь 6 царские монеты вот это вот баллона дурачок его никто не терял а и 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 на как обычно при каждом копе видео отсчет захватили верхней высоты она была вообще это дерево цула ты красным просто нечем наш тухлый фото и видеорепортаж главное что произошло такой натюрморт нас взял славяш наехав на помидоры с огурцами и побуксовав единственное чем мы можем сегодня похвастать а еще юрок змею убил убийцы если увидите на улицах нашего города стригать все он там вручники ребят решили мы сегодня коп закончить забрались очень далеко нам еще возвращаться ну собственно вот мой итог я копал сегодня с фишером 75 цари копейка вернее 2 копейки серебром 842 год масончик 2 копейки не наводится у нас в общем это будет 1838 и двушечка 1888 двушечка николая первую еще более-менее в сохране все остальное мертвое ну и гора гора советов пару крестиков один лепесточек один обычный мужской вот необычные 10 копеек как видите они беленькие и когда их выкопал подумал что серебруха но оказался это обычные 54 год 10 копеек ну не знаю если здесь что-нибудь редкое или еще что-то пока ничего не смотрел ну куча шмурдяка колечки конина какие-то бубенцы счет у меня уже падает тут гильзы колокольчик без языка конина у меня второй день прет с красными глазками или который день уже не знаю почему-то колечки пуговичка интересная с глазурью немножко отлупленная ну а юрий у нас уже уподобился скинуть весь свой хабар в баночку с мылом поэтому мы его оттуда уже доставать не не будем может быть как нибудь потом он вам покажет ну собственно и все не густо но отдохнули все все пока и